здравствуйте небольшой спич касательно курса рубля на лето как я собственно и обещал но мы видим что весь май такие скорее под замороженные тенденции по рублю но при этом рубль в принципе с начала мая заметно укрепился почти на 2 рубля если сравнить с началом мая но весь этот рост собственно говоря он произошел в первых числах если брать тенденцию с 7 числа 7 мая сегодняшний день то доллар успел снизиться всего где-то на 15 20 копеек не больше то есть мы видим там вот скажем вторник 25 мая курс потрогал слегка отметку 73 20 то есть попробовал крепиться тут же отскочил уже привычным там 73 с половиной рублям дальше торговался там чуть ниже 73 35 среду снова 73 50 то же самое мы видим принц пока дальше то есть вот эта вот отметка к ней словно поймёс курс доллара и связано это на мой взгляд с как бы с такой простой дилеммы что хочется в принципе рублю в сторону укрепления основания фундаментальные есть но и хочется и колется фундаментально если бы брать вот сейчас где бы мог оказаться гипотетически рубль если бы в принципе рынки отслеживали исключительно фундаментальные факторы наши банки бизнесом ведущие иностранные инвесторы если бы не брали в расчет исключительно экономический финансовый фундамент который стоит за курсом рубля то доллар бы уже сейчас я думаю мог бы стоить точно дешевле 70 даже где-то может быть в районе 65-67 если заложить еще бы рубль ожидания более дорогой нефти уж вы знаете что здесь вот goldman sachs дает прогноз по нефти 80 долларов за баррель и выше и это вполне такой обоснованный прогноз вполне возможный сценарий учитывая что скажем цены на железную руду сейчас в 2 и две десятых раза выше чем до вирусного кризиса на медь на 70 процентов выше на агро сырье тоже подорожала там скажем пшеница вот концу апреля стоило плюс 35 процентов что люди стали больше есть чем они ели до вируса нет это долларовая инфляционная спираль и в принципе она подхлёстывает цены на все материальные ресурсы учитывая что спрос по оценкам опек на 6 с половиной миллионов баррелей в сутки вырастет к концу года сейчас там это где-то район 93-94 миллиона баррелей в сутки а будет 99 с половиной 99 и 7 то есть почти уже 100 миллионов опять же те которые были до вируса там нефть январь февраль двадцатого года стоила коридори от 55 до 70 где-то долларов за баррель был 71 скачок когда уничтожили американцы и иранского генерала сулеймани и там был ответный удар непонятно точно по каким объектам ничего не разрушил ничего не навредил но это вот был такой пик напряженности а так нет где-то гуляла 55 65 соответственно сейчас вот с учетом этой возможной долларовой инфляции и еще растущего спроса это вполне может быть где-то 65 75 коридор а то и со всплесками действительно выше 80 но мы знаем что бюджет он достаточно адаптирован сейчас в россии и вообще поступление там связи с правилом бюджетным не так вроде бы сильно влияет но тем не менее явный приток дополнительных экспортных денег и от металлов и от нефти там и от продажи удобрений агропродукции да он плохо сказывается на ценах но той стороны цены подскакивают производители перекупщики пытаются подтаскивать максимально цены там внутренне к внешним но это приток денег и на курсе рубля он может сказаться положительно несмотря на всякие другие экономические последствия плюс мы видим как доллар как защитный актив не востребован сейчас в мире защищаться непонятно от чего растущие биржи очень быстро восстанавливающаяся американская экономика сейчас наберет темп европейская по мере снятия локдаунов то есть идут постоянно подвижки какие-то по курсу доллара вниз ко многим ведущим валютам юань на этой неделе трехлетний максимум свой подперебил по доллару австралийский доллар новозеландский рост новозеландский банк намекнул на повышение возможной ставки где-то осенью 22 года уже там дает подхлестнула немножко вверх там эту валюту поскольку американцы свои ставки как минимум до конца двадцать третьего года трогать не собираются и еще добавили мягких заявлений вот буквально там позавчера ричард кларида вице-президент фрес давал пространное интервью где обозначил все эти веки но мы сейчас не будем долго про фрес вот поэтому все все понимают что в мире доллар это одно там он как бы не пользуется сейчас особой популярностью а у нас это все несколько другое вот собственно про то что у нас здесь конечно же рубль держит сейчас и не дает ему укрепляться больше именно политика конечно до сих пор страхи в головах инвесторов и люди в общем на рынках они беспокоятся зато а вдруг вот эта вся история санкциями но это такое временное сейчас там потепление как бы успокоилась а встречу путин с байденом собственно верхах и вдруг опять там через месяц другой начнется поэтому боятся собственно говоря да держать какие значительные накопления российской валюты уходить там в нее спекулятивных целях соответственно вот 16 июня это основная веха и здесь главная информация до лета на мой взгляд в том что на самом деле сейчас путин довольно красивый сделал шаг попытавшись полагать с командой байдена на климатическом саммите но это собственно еще история конца апреля но вот она до сих пор и тянется почему оказался сглаженным эффект еще санкции против там вот первичного рынка госдолга который американцы ввели 78 рублей очень быстро все вернулось на 75 буквально 7 минут когда выступление длилось но там наверняка были другие контакты где-то на полях саммита в чем интерес на самом деле путин предложил довольно оригинальный для америки проект инвестиций в зеленые технологии то есть это как раз та сфера которой увлекается бизнес стоящий за нынешней американской администрации и на чем он хочет делать бизнес хочет на самом деле зарабатывать вот в россию можно будет инвестировать иностранным компаниям в зеленые технологии вплоть до 2050 года большая программа на выгодных собственно для иностранцев условиях опа да мы предложили на самом деле проект неожиданный где оказывается можно пытаться с нами что-то делать варить какую-то кашу и зарабатывать а не бодаться то есть вполне возможно что связи с этим могут прекратиться временно вот эти все наезды истории и пока что мы видим этого подтверждения да то есть причем эта область как бы выгодные до самой россии потому что нам бы хорошо развивать что-то параллельно какой-то опору еще кроме вот этого мощного сырьевого сектора который до сильный он обеспечивает приток капитала в страну но крайне зависим от всей вообще внешней конъюнктуры были цены там чуть не отрицательные по нефти было всем больно и плохо сейчас может быть 80 там будет хорошо но принципе да неправильно что вот эта вторая несырьевая опора она ну не отсутствует она развивается она увеличивает за последние десять лет но она все равно слабая если окажется что мы можем экспортировать какие-то технологии или материалы которые способствуют переходу значит там более зеленые рельсы мировой экономики что-то за счет сравнительно дешевой себестоимости труда пока здесь и вот это можно сделать еще и да собственно заработать вот частности американцам например или европейцам сразу всем этом станет интересно если на этой как говорится вот стезе удастся развить отношения то есть пусть даже будет всего лишь какой-то дам рамочное соглашение даже не подписанный документ но на полях саммита удастся договориться по подробностях сразу могут прекратиться попытки здесь что-то изнутри это менять как-то значит там делать некомфортно российской власти сразу могут быть перестать проекты появляться по какие-то новые санкции мы собственно мы вот и видим это уже этому же происходит то есть нефтепровод когда американский до сломался авария там кибератака ну казалось бы что мешало опять на этом обвинить сейчас российское правительство да ничего не мешало то есть но вместо этого значит байден лично сам на пресс-конференции значит сказал что нет я видел развед данные доклад там нет ничего мешать россии совершенно точно это не они еще чуть позже он же и люди из его администрации там из госдепа говорит оказывается с россией можно взаимодействовать по и кибер пиратами с ними бороться то есть можно какие-то искать схемы но это одно из двух это либо такой факт о взаимном ненападении в киберпространстве потому что у нас хакеры действительно как говорится и сильные если захотят они много чего могут сделать вот то мне лучше ли в этом плане мир мало того какой-то обмен опытом по борьбе действительно с такими независимыми 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 хакерскими группами которые действительно пытаются там что-то как будто навредить в экономическом плане там банки взламывать и так далее то есть вдруг оказывается что от нас может быть польза или как минимум с нами может иметь смысл в этой области иметь худой мир вообще в принципе интересное могло быть до развития событий то есть они перед своими очередными выборами будут уверены что здесь никто не будет вмешиваться со стороны россии уже точно не в каком никакой форме независимо от того были такие вмешательства в прошлом нет давайте мы сейчас все оставим за скобками ну короче говоря они могут сделать так что россии как минимум станет все равно трамп там снова в двадцать четвертом году или еще там долго вся команда демократов правит то есть мы можем как бы занять нейтралитет полностью в этом смысле они соответственно могут не трогать здесь я кстати вот обращаю ваше внимание конечно может быть абсолютно случайным совпадением никак не связанным одно с другой может быть никак но тем не менее вот обратите внимание что даже голодовка длительная навального алексей которая была покровской колонии она почему-то день в день прекратилась вот прям когда прошел климатический саммит прямо день в день возможно это совершенно случайное совпадение а возможно какая-то отмашка несистемной российской позиции на то что ну пока не надо пока ничего да вот умеете слегка как говорится пыл мы тут попробуем пока с российской властью поладить если до чего-то договоримся вы станете не нужны какие-то пошли информа какая-то информация прошла сокращение финансирования радио свобода в европе то есть там чешская до группа тоже это что это вот ну как бы возможно какой-то намек что вы знаете мы в принципе можем перестать вам создавать здесь дискомфорт до правительству путина то есть это это все возможные варианты ну и посмотрите вот я конечно может быть вы скажете я за уши притягиваю но слушайте нельзя не заметить что перед саммитом уже месяц вот полтора на самом деле американцы прямо вот как будто умаслить стараются путина северный поток но казалось бы да тоже вот прям вот буквально две недели там небольшим до саммита 16 июня обознать ли американцы что они больше не готовы препятствовать да у них там конечно идеальный момент сказать что там это вот все трамп упустил сделать это он должен был а сейчас проект уже практически построен мы будем там дальше не будем постить отношения с немцами и голландцами которым этот газ нужен и так далее но это все так но что мешало такое сказать и раньше в принципе это и так было понятно что и проект этот запустят что европейцы там не потерпят каких-то санкций против своих компаний там же вплоть до того что европа уже пригрозило что она не только американские спг не будет больше закупать а еще и там сделать чуть не заградительные пошлины ли очень высокие чтобы подровнять как говорится уже совсем условия под невыгодные вместо этого смотрите американцам конечно сейчас кажется что может быть даже проще этот продукт продвигать там не на фоне вот этого вот не на фоне этой борьбы там боданий каких-то а на фоне того что европа будет иметь по разумным ценам и стой устойчивый источник газа для своих потребителей простых для предприятий да и при этом может подзакупить кто хочет захотят наверняка еще и спг но хотя бы для вот этот под эту всю тему под сурдинку истории что нужна энергетическая безопасность от россии чтобы не было излишней зависимости то есть не только там может польшу узловно купить но это будут делать конечно и западные страны это умеренных количеств но они скорее это сделают если не мешать им обзавестись дешевым потоком газа все это так но это одновременно и некий тоже реверанс сторону не только немцев которым выборы предстоят и которым никак было бы не оправдаться сейчас если они прогнулись под америку вопросе там газа но это и некий такой примирительный жест в адрес россии тоже в общем к чему я вам все это рассказываю естественно и причем здесь рубль естественно 16 июня может не стать прям полностью какой-то поворотной вехой что все после 16 июня на жизнь а до этого была другая но тем не менее значит я думаю что наши рынки будут крайне осторожны напряжены по-прежнему как минимум до этой даты а дальше будет зависеть от той атмосферы от тех каких-то взаимных даже не заявлений да скорее может быть от утечек что там на самом деле было действительно ли удалось договориться но если еще и публично будут какие-то хорошие заявления там может без объятий да хотя теперь уже вакцинированный байден маску снял и может свакцинированным на путиным там и руку пожать и все со своими республиканскими республиканскими оппонентами он это уже проделал но суть наверное фактическим фактической атмосфере если окажется что действительно что-то произошло вот вот в стиле ферри разделе влияния каких-то там экономических фактов они нападения и прочее то рубль может укрепиться довольно быстро буквально концу июня потому что его только политика удерживает только опасения удерживают с точки зрения вот рынков наших привлекательности их явно недооценены по-прежнему крупные во всяком случае государственные компании на наших фондовых площадках я не говорю сейчас про в целом состоянии российской экономики оно конечно достаточно печальная в целом учитывая что у нас потребительский спрос никакой денег у людей на руках в среднем в общем мало меньше намного чем до кризиса можно говорить там сколько угодно про цифры восстановления ввп чуть ли не почти до уже до довирусных уровней но суть же не в этих цифрах это все экспортные поступления по большей части сырьевой перерабатывающей сырье сектор а остальные все потребляют меньше фактически товаров и услуг за большие деньги то есть это по чисто инфляционный какой-то рост там экономических показателей но и так это не интересует рынок интересует что есть конкретные компании которые продают металлы нефть агропродукцию них все хорошо почему в них не вложиться эти акции недооценены явно на фоне огромного роста мировых бирж потому что инвесторы осторожничали из-за санкций и их угрозы и будут осторожничать еще какое-то время но если вот что называется сигналы пойдут положительные в этом ключе то осторожность уступит место жадности возможности заработать то же самое в облигациях российского госдолга осторожность сейчас преобладает но может уступить место интересу потому что и так доходы высокие и неважно какие там ставки поднимет не поднимет еще раз или другой центральный банк россии все равно там в основном деле до сходности по облигациям высокие вот в юар они высокие южноафриканский рент перебил уже пик свой годовой и пик прошлого года уже практически перебит то есть там прям нарастающий такой рост южноафриканской валюты и это несмотря на то что там в южноафриканский штамм там был вирус всем известный бразильская валюта прибавляет хотя и там огромное количество заболеваемость в этом смысле там обстановка в россии спокойнее то есть в принципе не хватает только политических отмашек если они будут я в общем цифры как бы называл в начале ролика здесь вполне может доллар значительно ниже 70 рублей уйти и перейти скажем коридор который может там уже быть там предположим от 65 там до 70 72 например то есть коридор может понизиться не какой-то торрент на укрепление но коридор ниже чем он находится сейчас но и конечно если вот это все потепление не случится если уже там через неделю месяц после саммита тем более если какие-то пойдут опять негативные сигналы но в этом случае курс просто вернется вновь в другую уже область там уже будет от 75 до семидесяти восьми где-то тогда и к первому сентября доллар будет дороже безусловно чем сегодня даже если нефть тому времени будет по 80 вот это основные факторы которые фактически на рубль влияют не поездки там граждан по стране или за рубеж там покупка продажа валюты населением все это в общем очень мелкие объемы по сравнению с тем что могут организовать крупные фонды и российские же банки в данный момент банки не очень-то хотят вот валютную позицию буквально вот позавчера было сообщение о том что банки фактически ну такую вот микро дыру валютную образовали то есть фактически где в неявном виде держат позиции в надежде на некоторое укрепление опять же рубля вот это сообщение было про валютный такой вот валютную дырку вы его легко можете в новостях найти я уж как сказать пересказывать не буду смысл его в том что банки лишние какие-то резервы в кавычках лишних денег не бывает лишние резервы не переводят у валюту а ну в случае чего ее видимо прикупят если будет что называется потребность но пока этой потребности не чувствую это тоже какой-то вот микро что называется сигнал ну а дальше что называется доживем до середины июня и увидим про сломалась он паре а